ну что всем еще раз здрасте у нас еще одна встреча про разработку на питоне пока что я расскажу то чего сегодня в лекции не будет а потом сделать то самое важное объявление как видите у нас очень плохо все с планом лекции на сегодня потому что я кажется нашел ошибку в гите вот которая несмотря на то что она в общем довольно довольно маргинальной и и там в дизайне кита не позволяет мне прочесть ту лекцию которая запланирована сегодня вот я попробую за неделю этот вопрос как-то провентилировать вот но пока что я не готов рассказывать допустим про организацию взаимодействия когда как обещал потому что ну в общем в следующий раз я надеюсь следующий раз расскажу вот это первая новость так что сегодня лекция будет слегка экспром потому что потому что значит ту часть которую я готовил она пока что непредставима вот легко объяснить второе важное событие когда разберусь расскажу иван про то что такое ошибка детей какая вторая важное событие важная тема которого объявление которое хочу сделать это я в начале семестра наобещал что буду рассказывать про всякие тул киты питоновские попытка рассказать про пигеем закончилась в общем с моей точки зрения провалом поэтому я принял решение что мы не будем в течение ближайших двух лекций связать с токаинтера потому что там осталось довольно интересный довольно интересный момент на сегодня напоминаю что токаинтер это не панацея и даже не какая-то такая отчаянно мною рекомендую рекомендуемая штука эта штука которая просто всегда есть в питоне и нас на 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 примере которого мы можем немножко потренироваться в добыче знаний в значит понимание того как причудливо могут быть организованы инструментарии ну вот это все так вот боюсь я что рассказ про питоновский инструментарий самые разнообразные не влезает в формат этих лекций которые у нас идут вот тем более что у нас в апреле месяце уже разбиение на проектные на семестровые проекты вот и это значит что мы заканчиваем разговор про инструментарии прикладные и начинаем говорить по инструментарии разработки потому что там тоже довольно много тем где-то есть даже тематика 20 на самом деле там еще есть темы то есть их не 4 больше и весь апрель мы пойдем на этот счет разговариваем а что будет твориться в моей трудности представить там чуть ли не одна лекция остается но может быть дверь вот будет время дойдем до объявленных заявленных но и тем не будет потомчисто тут вот такие значит новости вас значит я обещал что расскажу про только интер текстовый редактор полноценный который прямо в него встроен вот этим мы сегодня и займемся а еще у народа значит я несколько раз спрашивался по направо и налево народа есть потребность еще раз повторить лекцию про ключи в ссхшные ключи работы с гитом вот потому что на прошлой лекции я показал все это уже в работоспособном состоянии а что это такое не рассказал соответствующий разговор был в прошлом семестре в курсе по linux но поскольку у нас курс не по линокс не факт что не факт что все здесь присутствующие весь один человек здесь присутствующий нет уже 7 но слава богу вот не факт что вы все это видео на вас хорошо значит не знаю с чего начать боюсь что я начну все таки стыка интера чтобы он не провалился у нас вот а потом расскажу праги бы мне про просек решал вот такая интри есть два больших матерых совершенно виджета которые делают его несколько таким уникальным инструментом хотя повторяю я далек от того чтобы активно его рекомендовать для всего это инструмент каннесс который позволяет рисовать графический объект и не просто их рисовать потому что это объекты именно объекта их может потом переставлять местами изменять их свойства ну и так далее инструмент текст инструмент текст в каком-то смысле проще мы просто в нем меньше составляющих и мы поговорим сегодня про него а инструмент каннесс будет как раз на домашнее задание на исследование но он отчасти очень простой а отчасти в нем примерно также организована структура как в инструменте текст если успеем сегодня я просто расскажу про вот какие-то отдельные значит инструмент текст давайте я позакрываю демонстративно все чтобы она открывала потом снова по на открыла давайте мы его прям нисходя с места нисходя с места что-нибудь с этим инструментом текст сделаем а вот чтобы посмотреть как это вообще все вы вот значит напоминаю что я подгружаю по умолчанию некоторую примитивную приложеньку на тк заранее заданную она есть в прошлой лекции и вот которая делает резиновое окно видите у него значит мастер у нас будет окошечко frame он унаследован от фрейма он вписан в рутовое окно тк-шное с эластичностью 1 то есть такая одна большая ячейка резиновая вот ее прилипание да и все виджеты которые мы создаем вот в этой в этом фрейме они тоже они тоже будут резиновыми потому что мы делаем делаем колонку резиновыми но и соответственно вот да значит и по умолчанию у нас даже создается кнопочка quit давайте мы сделаем вот что мы добавим текст в этот текст мы сразу впишем чтобы сэкономить нам время на исследование этого вопроса сразу впишем несколько свойств ну например свойства анду равняется true вы правильно догадались это поддержка прямо со стороны ткаинтера истории изменений вашего текста вот для удобства воспользуемся вот такой фишкой напишем фонд равняется фиксит вот это кстати не знаю зачем он нужен а я скажу зачем он нужен мы будем в этом текстом редакторе редактировать текст на питоне и когда я вижу текст на питоне показанным моноширином шрифтом я хочу кого нибудь убить вот чтобы я не хотел никого убить мы сразу сделаем не моноширином а пропорциональным когда я вижу текст на питоне написанный пропорциональным шрифтом я хочу кого нибудь убить чтобы я никого не хотел убить я сделал сразу шрифт моноширином вот и вы терпите зато я вас не убью вот и еще один хак который вам не нужен а нужен только мне в силу моей специфической раскраски этих самых специфической раскраски моих видишь вы помните они коричневые вот там есть одна небольшая бага который надо исправить инэктив сейчас я подумаю что селекшен бэкграунд офигенное название конечно меда этого самого свойства вот оно будет желтеньким а селекшен желтеньким по желтику выглядит плохо поэтому перекрашу вот это никого ни к чему не обязывает просто вот давайте его тоже загридим вот мне кажется что вообще говорят ты 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 из нас хватит чего инэктив селекшен бэкграунд даблинский фиг давайте посмотрим как он называется на самом деле select а не селекшен у меня есть шпаргалка я по нее в нее подглядываю вот ага только у него что-то размер текста а мы не загрязили мы я я вот вот так вот вот от тексту редактор тот самый который позволяет что такое ввести вот он у него у него есть выделение которое можно удалять да там вставки вот пожалуйста ой да вот тут вот control x control v короче говоря за вас сделали довольно много действий которые можно с этим текстом редактором проделывать довольно такая прям вот окошечко которое которое позволяет вводить произвольный текст и и редактировать его значит если кстати вот так вот сделать сейчас обратите внимание что у него есть скроллинг правда нету скролл бара скролл бар придется прицеплять руками вот и обрабатывать соответствующие события но он есть скроллинг и горизонтальный тоже вот так что вот такая вот такая вот неплохая штуковина есть встроенная в такая это штуковина гораздо более неплохая чем нам кажется потому что на самом деле что я хотел показать еще в этом такая интри а ну да а точка ты . get чего missing index ага вот значит это штуковина более чем неплохая потому что она умеет очень много всякого умного причем по про что мы собственно сегодня будем говорить обратите внимание что метод get который есть у виджета entry который возвращает текст тут на нас ругается и говорит ребята я не буду вам так просто все возвращать вы мне укажите с какого места начинать индекс и вот с этими самыми индексами начинается интересное индексы в тексте это такие координаты причем их можно задавать как строку строка . столбец вот можно задавать даже вещественными числами вот потому что у них тоже есть . вот а еще есть довольно много всяких сокращений и умолчаний которые позволяют указывать индекс не просто номер строки номер 100 столбца да а какой-нибудь там ну например то место где у нас находится курсу сейчас мы и на это поглядим как раз вот например ну для начала мы хотим мы хотим все-таки получить получить что а вот как видите если мы говорим просто get нам выдается первый символ нашу а если мы говорим что то типа генд то вот вам пожалуйста весь текст у нас на руках мы можем написать что-то типа 10.0 15.7 и получить кусок начиная с 10 строчки и заканчивая 15 строчки 7 колонкой вот такие вот давайте вот 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 такие вот вот странные пироги творятся с нашим этим самым гетт вот обратите внимание что я воспользовался в качестве координат вещественным числом воспользовался волшебным волшебным маркером енд он же тк . енд вот мог воспользоваться еще всякими другими индексами то есть ну в общем всяким в частности есть такой индекс который называется insert и он нам покажет сушки вот тут номера строк они нас сбивают давайте мы так вот вот это все удалим а вставим туда что-нибудь вот вот значит да вот отлично давайте мы установим наш курсор куда-нибудь на третью строку и скажем скажем нашему прекрасному виджету учему скажем давайте посмотрим это его методы надо смотреть это его когда вы говорите пожалуйста расскажите мне в каком месте у нас находится этот самый индекс при этом и это индекс в описании в нотации вот такой да там где они индекс то есть мы можем например сказать tk get tk индекс индекс и сказать а где у нас курсор находится данный момент он находится вот здесь давайте посмотрим значит тк . индекс нет как карин тоже нет insert вспомнить точно вот смотрите в третьей строке 12 позиции у нас моргает курсор вставки и нам наш редактор репортит что у нас значит этот курсор вставки находится по адресу 312 в действительности если посмотреть документацию по тк интеру выясняется что это весьма и весьма непростая штука вот одних методов у него сколько это вот все методы которые можно сделать с этим самым текстом вот весьма и весьма непростая штука вот которая казалось бы ну реализует и текстовый редактор и оставь там пару тройку методов почитать текстом позиционировать курсор вот это все но нет понятное дело что чем сложнее сам виджет тем сложнее им управление и вот значит этих методов там довольно много вот мы сейчас посмотрели на метод индекс вот который показывает показывает точку на экране давайте мы вот что сделаем давайте мы сейчас заведем здесь меточку селф даже не здесь а поступки селф селф даже такой-то селф и равняется такая лэйбл собственно от селф ничего от нее больше не надо селф . то и л.грид а давайте мы сделаем не так давайте мы вот что сделаем забабахаем их всех в сделаем так селф . так селф ты бы . бордер такой будет равняется так а фрейм и будем складывать все эти кнопки в этот фрейм вот и стики вот и давайте теперь их туда все будем закладывать селф . чё там b и это тоже . а что у нас есть в этой в рамке селф . да что ж такое тороплюсь не торопиться селф . селф . да и что у нас о . грид куда мы его засовываем ну соответственно ру равняется 0 напоминаю что мы его засунули внутрь бордера и теперь у нас там в этом в этой рамочке они все будут тоже в ровной а что-то типа и номера и вот вот ну-ка что не так ты л кв ты л тк лейбл обжигана интервью с интеджер кого позвать а ну естественно вот только лейбл у нас пустой а давайте мы его пропишем чем-нибудь вот он и собственно воспользуемся ради чего все это делал заберем заберем вот сюда вот селф . т бинт заберем ну допустим что у нас обычно мошен мошен заберем на события мошен ну что-нибудь сначала вот так да чё сетт чё я так тороплюсь потому что потому что потому что да ну вот это все все мы уже знаем сеть про события мы все знаем теперь давайте вместо принца сделаем так селф . и точка свет точка конфигура а он мы можем сделать ей прямо этот самый селф . с л равняется тк . стринг вар и здесь соответственно вместо текста сделан текст в рейбл равняется селф . с л и тогда . с то есть сет от чего а вот это интересный вариант селф . ты индекс от тк коррент коррента она называется дайте посмотрим еще коррент вот сейчас расскажу что это такое дэнс только нет там лямбда надо для тормоз тормоз да это же функция должна быть дэнс вот так вот значит что это такое обратите внимание что что происходит у нас сейчас тем самым я в я провожу мышкой а мне вот этот бинт который сейчас сделал сейчас его еще раз покажу при портит над каким знакоместом находится мышка вот этот коррент это такой специальный адрес который всегда известен нашему виджету текста который говорит над каким знакоместом находится мышка а ты ты вот а значит ну собственно все как бы дальше объяснять не надо мы забиндили события мышка пролетала на вот эту функцию которая по-быстрому тут создал он эта функция перебивает значение стринг вар которые показываются в лейбле и она вынимает из нашего виджета текст вынимает позицию коррент ну вот собственно и все иван если хотите задавать вопросы чуть более конкретно задавайте я не очень понимаю что такое куда вы это пишете вот такие вот такие вот пирожки значит давайте еще раз будешь будешь вот как видите позиция этот самый адрес индекс это управляющих эту структуру с помощью которой можно управлять нашей 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 нашим приложением вот поэтому мы можем мы можем например сами применять менять позицию смотрите да конечно положу вы просто видите что у нас творится сейчас с планом лекции я поскольку планировал совсем другое я как бы сейчас прочту а потом сделаю план и положу вот значит как я уже говорил это штука управляемая то есть если я сейчас обратите внимание вот сделаю а . сейчас посмотрю хочу переставить курсор да какое другое место программы это сделать можно так марк 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 я сказал сет поставить в другое место курсор можно следующим образом как у какой именно мы ставим мы ставим insert на место тк. . insert и куда ну допустим 2.2 да это значит что наш курсор нет 3.3 3.3 . . наш курсор должен переместиться куда то вот сюда давайте это проверим вот только почему то 10 ему а потому что надо было написать строку хорошо сейчас напишем строку видите не всегда не всегда вещественное число работает он вот пожалуйста вот он курсор моргает вокруг позиции 3 10 видите то есть это управляемая штука это что касаемо простейшего простейшего этого самого вид на самом деле виджет текст точнее так на самом деле индексы еще более хитрая штука потому что мы можем например указывать смещение относительно текущей позиции мы можем например написать что то в таком духе давайте где нас виджет чтобы было видно вот он мы можем написать что-нибудь в таком духе 3 10 плюс ну допустим 100 ч что это будет означать это будет означать что мы спозиционируемся на позицию 3 10 а потом сдвинемся на 100 символов вправо давайте еще раз вот здесь сделаем перевод строки чтобы было понятно что это вот видите то есть он спозиционируется сначала на 3 10 вот сюда а потом просто 100 стрелок вправо сделал как бы и попал вот сюда такие дела абсолютно такая же штука абсолютно такая же штука связана с ну скажем выделением вот вот это вот синенькое выделение если бы я не поменял его вот здесь вот на миднайт блю оно бы у нас было желтеньким был бы букв не видно это выделение можно расставить с помощью опять таки расставление соответствующих маркеров вот сейчас я посмотрю как это делается шпаргалки а нет значит нет каждому разговору в свой свой черед марк маркс значит индексы мы с вами посмотрели это просто позиционирование курсора в разных местах обратите внимание line start line end и даже word start вы можете сказать посмотрите вы можете сказать позиция 1144 word start и у вас сначала курсор позиционируется на позицию 1144 а потом отъедет немножко назад на начало снова я воспользовался волшебной фичей отвечаю на вопрос александра и ивана одновременно если это тот был вопрос как я работаю одновременно в интерпретаторе и в виджете помните у нас был разговор с самого начала про то что если мы работаем скажем с айдлом то отлаживать приложение которое вы написали на тк интере именно в айдле есть одна небольшая проблема может быть мы не говорили но я могу показать это значит вот мы открыли айдл запустили f5 вот у нас запустился интерпретатор питона запустился приложение в которой будет выдаваться все что мы наши приложение пишем на экран и вот мы нажали quit и внезапно после того как мы нажали quit после того как выполнилась команда self master quit и выход из приложение как бы произошел и действительно питон уже получил управление но наш приложение все еще живет это следствие того что она написана на тк интере на 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 тселе и парочка языков программирования тсель тк и обертка вокруг них питоновской тк интер вполне себе существует приложение на тселе никто не останавливал она продолжает работать и выполняет все те функции которые значит у нас были записаны таким образом я могу запустить приложение на тк и в нее же прямо из командной строки дописывать всякую ерунду ну типа ап точка текст ну . т точкой что там делит откуда ну прямо сначала 1.0 до конца скажем енд или давайте сделаем енд минус минус два лайнс чё он не умеет енд минус два лайнс хорошо сейчас сделаем по другому а что он умеет енд енд маленькими буквами точно вот правда а да вот у нас осталось две пустые строки в конце видите давайте мы сделаем не так давайте мы сделаем вот так вот чтобы пустых строк не было и повторим операцию и вы увидите что у нас остались две строки о вот как это происходит почему так если мы запускаем команда питон из команды строки вот даже приложение конечно такого не происходит но и айдл и мой мазвин который это скриптик который запускает вим как вы видели запускает питон в интерактивном режиме вот так собственно это нужно для того чтобы если вы запустили программу она свалилась по какой-то по какой-то ошибке вот чтобы у вас в неймспейсе остались все объекты и вы могли с ними работать обратите внимание на наличие объекта так дальше равенство состоит в том что как видите здесь я нажал на quit и она в смысле не так если я нажимаю на закрыть окно то окно закрывается и я могу управлять чем-то а если я нажимаю на quit то окно не закрывается вот и вот такая страна такая удобная штука я уже даже не знаю фича это или бага вот состоит в том что я могу управлять запущенным приложением даже после того как получил обратно питонский интерпретатор прямо из питона вот вот удивительная вещь отлично работает я в последнее время стал ей активно пользоваться помните просто чтобы как бы ну вы могли это попрощить документацию просто мне попалась на глаза помните метод current который возвращает знака место в нашем тексте не метод current а маркер current знака место в нашем тексте ближайший координатам мыши такую штуку можно сделать и программно вот она вы можете запросить использовать индекс под названием собачка и дальше координаты мыши через запятую как сейчас видно вот а в действительности он вам попадет ну даже не буду показывать поверьте мне что это так и это что касается индексов теперь пройдем чуть дальше и помимо индексов у текста есть маркеры что такое маркер маркер это такая штука которая отвечает ну как бы определяется индексом а может быть и не индексом но это такая закладка в эту закладку можете с помощью метода метода где методы методы вот это методы методы что-то типа марксат положить прямо в текст и сказать вот по этому индексу пожалуйста положи закладку под названием а а потом ее использовать как индекс смотрите вот вот у нас приложение как обычно мы делаем вот так вот как обычно мы получаем питончик и говорим об . . марк с ну не знаю там что у нас сначала марк а потом индекс имя закладка ну нет закладка закладка нет закладка мне не нравится да что ж такое вот ну куда-нибудь там 5,10 только вот так 5, . . что там у нас можно с этими маркерами проделать их можно посмотреть маркнэймс да вот есть инсерт это тот на который мышка пролетает есть нет это там где курсор находится есть каринтат над которым мышка пролетает есть наша хер которую мы сами определили вот и мы можем туда пойти и сказать об . . . . как я это делали . а марксат переставить инсерт вот марксат переставить инсерт на хер и у нас внезапно курсор переместится insert переместиться на . а вот раз два три четыре пять десять да координат пять десять как и было сказано такая вот волшебная штука это что касается марки обратите внимание что мы можем ходить по этим маркам вот а нет то есть мы можем находить закладку перед курс индексом после индекса снимать закладки ну в общем вот у закладки есть понятие gravity которое работает когда мы удаляем или вставляем текст что делается с закладкой если мы допустим удалили вставили перед ней текст или после нее она должна прилипать непосредственно в этом месте она должна прилипать либо к правой части либо к левой ну вот и что касается маркеров что еще можно сказать про маркеры в общем в основном в основном кажется про маркеры я рассказал отдельно отдельно еще скроллинг ну бог с ним со скроллингом теперь что касается еще более хитрых вещей. На самом деле есть еще более хитрые вещи. Они называются теги. Значит, с тегами все очень интересно. Тегами даже уже воспользовались, не зная, что это такое. А, когда мы говорим про selection, мы не пользуемся еще тегами. Вот. Значит, что такое теги? Теги это такие куски текста, которые помечены своими собственными свойствами. Мы можем помечать куски текста и говорить, что вот эти куски относятся к тегу такому. Примерно так, как теги устроены в HTML. Встроенных тегов есть некоторое количество. Но в основном теги мы делаем сами. Значит, давайте посмотрим про теги. Вот они. А, он один. Встроенный метод, встроенный тег есть один. Он называется сел. Это то, что мы выделили. Вот, давайте попробуем. Так. У нас есть выделение, и мы хотим спросить у нашего текста, что там. А вот. Так, селферст, так селласт. Апты. Нет, это название тега. А мы должны сказать тег... Это что? А если мы в марку смотрим? Это индексы. Что, мы можем смотреть? Мы можем прямо опросить, что ли... Марк, сейчас, секунду. Я туплю. Вот так, что ли, можно сказать? Я так не пробовал. Нет, нельзя. А, а вот так можно. У-у-у, как клево. Шикарно. Ну вот, смотрите. Безо всяких тегов мы получили доступ к выделению. Мы, разумеется, ему можем переставить. Я так думаю. Если мы сейчас, скажем, марксет селласт куда-нибудь поближе, ну, скажем, не знаю, там... 3.30. Ну, кстати, нет, не помогло. Ну вот. Значит, не помогло, я да фиг бы с ним, потому что, на самом деле, это не марк, это именно тег, вот, которым помечено какой-то кусочек тег текста. Вот. И переставлять, переставлять теги нужно другим способом. Нужно писать что-то вот таким, что-то вот вроде такого. Тег сет, ну, допустим, тк.сел, да, это, собственно, выделение. И дальше откуда и докуда. Ну, допустим, ну, не знаю, там. 3.10, только, конечно же, 3.30. Что? Что я сделаю? А, так, add, конечно. Я тупой, add. О! Теперь у нас есть два тега selection, два, два выделения. Одно, значит, выделено вот здесь, а второе вот тут, видите? Вот. Ну, в общем, идею вы поняли. Ну, соответственно, если мы хотели, мы хотели поменять, надо было сначала удалить один тег, а потом добавить другой. Барс. Ну, давайте это сделаем, чтобы уж я вас не путал, да? Так, set, так, 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 on set, так, делит, во. Видите? Все, больше нету. ой, тут есть. Черт. Какая-то, что-то не то я делал. Ну, ладно. Так далеко я не заходил, я хотел про другое рассказать, на самом деле, ну, да бог с ним. Значит, другое состоит в том, что, естественно, можно добавлять сами эти теги. Ну, допустим, допустим, мы говорим что-то типа up.tr.find search, ну, не знаю, от начала 1.0 search слово, например, exists, и он нам говорит, что это слово exists встречается что искать и где искать. вот. Что слово exists встречается в позиции 3.30. Мы можем сделать так, можем сказать так, add назовем его киву с позиции 3.30 до, ну, скажем так, 3.30 плюс что мы говорим там раз, два, три, шесть, шесть чарс. Плюс шесть чарс. Пометили тегом. и теперь мы можем сказать нашему тегу конфигурь и сказать буквально следующее. Так, конфиг киву. ну, не знаю, ну, допустим, нет, фореграунд какой-нибудь. Фореграунд равняется, ну, лимегрин. цинфиг, конфиг. Опа-на. Естественно, таких тегов мы можем надобавлять сколько угодно. и вот, пожалуйста, он тоже зелененький. А, тут он не отреагировал и тут не отреагировал. А что не так я сделал? Странно. Что я сделал не так? Почему у меня почему у меня очередной тег не добавился? Я не знаю. Окей. Значит, давайте возможно я просто что-то там наконфигурировал лишний раз, поэтому оно так себя ведет. Ну, в общем, вот. Значит, с этими тегами все еще интереснее на самом деле. С этими тегами все еще интереснее, потому что помимо того, что они можно менять их свойства, а свойств у них довольно много, как видите. Шрифт можно менять, да, там обводить вокруг них, можно какой-то даже 3D-фон делать, ну, короче, всякое. Для того, чтобы перекрасить все буквы Т, вы должны сначала найти все буквы Т, а потом их все перекрасить. Теги это не свойство, как это сказать, это не свойство синтаксиса вашего текста, а свойства помеченных открывающих и закрывающих скобок. То есть, представьте себе, что вы пишете HTML, в котором у вас там открывается, там, не знаю, ЕМ, да, а потом закрывается. И вот этот самый открытый ЕМ и закрытый ЕМ это ваши теги, которые вы расставили, их начало и конец. Вот. А текст, который вы видите перед глазами, это текст. Соответственно, что там внутри этого ЕМ никого не волнует. Если вы хотите, чтобы это перекрашивалось, надо специальную логику писать, которая будет рассматривать текст и расставлять теги. Вот. Логика довольно простая, просмотрел весь текст, расставил теги, а потом сказал перекрась, пожалуйста. Вот. Соответственно, окей, давайте мы так сделаем. Давайте мы перекрасим все буквы Т, которые здесь есть, в зеленый цвет, как-то сделать. Сделаем так. app.t.g О, время уже идет. Ну, хорошо. . search app.t.search Что мы ищем? Т. Откуда мы ищем? Ну, допустим, от 1.0. Вот. Надо найти все буквы Т. Сейчас найдем все буквы Т. значит, поз равняется 0.0, примерно так. Да? app.search .t, блин, .search t Что там? поз плюс 1.0, чар. Да? Вот. Ну, и теперь что-нибудь такое. поз равняется. так, даже не так, а вот так, что-нибудь такое, да? Там, вот, сейчас, секунду. dynx post. рез равняется вот так. Надо было, конечно, приложеньку писать. Ну, да ладно, уже написали, так написали. И здесь в host s.pend app.pend . И тут мы зависли, потому что нам все очень нужно было указать конец поиска. да? Да? Такая ент. Иначе он по кругу ищет. не там скобку поставил. Вот теперь там. О! И это все буквы t, что ли, которые он нашел? Только давайте мы еще раз сделаем поза равняется нулю, а то, по-моему, он много раз добавил. Вот, 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 все буквы t, которые он нашел. Отлично! Теперь давайте расставим маркер по ним, да? for for in res res Что мы делаем? app.t точка mark нет, тег, теги, мы расставляем теги. tag add назовем его ну там color, поскольку мы хотим перекрасить, да? начиная с индекса и заканчивая индекс плюс один чар и плюс один c а, ну да. сейчас, у нас, у нас уреза есть пустой, да, res.pop там есть пустой элемент там есть пустой элемент, он нам не нужен вот, и теперь говорим вот, и теперь говорим app.t .t . что у нас так, configure configure color color background равняется red тадам, собственно вот извините, извините на некоторую сбивчивость, это все полный экспромт, как видите, он увенчался успехом. последнее, что я хотел сказать, что помимо конфигурии, к тегам можно прибиндивать события, смотрите так, бинд все тот же movie motion блин а, ну только к какому, к какому, к какому, к какому тагу, color смотрите, что происходит когда я провожу мышкой над затягиваемым текстом срабатывает наш бинд такие дела хватит нас на сегодня разговора про текст как видите, это очень мощный инструмент я вообще говоря рассказал практически все, что хотел примерчик, который про который просил Александр будет не Александр Иван просил да, примерчик будет, конечно же вот, а у нас осталось полчаса для того, чтобы поговорить про ССХ и ключи значит, эта тема, повторяю была уже да, значит, домашним заданием у нас будет еще немножко разобраться с виджетом, который называется который называется Canvas вот, он более сложный но там не будет слишком много я от него не буду слишком много хотеть прежде чем все-таки переключиться на этот самый Canvas в смысле на Git расскажу одну штуку на ССХ точнее расскажу одну штуку связанную с виджетом Canvas возможно вы не знаете а в питоне есть а может и знаете в питоне есть прекрасный метод прекрасный модуль который называется Turtle или он просто Turtle да который реализует абстракцию черепашей графики вот вот такой вот ой, обратите внимание у него undo есть вот и да и соответственно производит некоторое рисование понятное дело векторное потому что это то что наши черепахи оставляют это такие объекты питона ну на самом деле это объекты тк интера на самом деле это единственный виджет тк интера под названием Canvas тот самый да вот пошел undo который собственно и внутри которого все это и сделано вот значит вы можете глядя на эту демку посмотреть налево и увидеть значит методы и увидеть методы и объекты этого самого Canvas которые были использованы сейчас в этой демонстрации тк интеровский тартл это такая вполне себе нормальная эмуляция черепахи в которой вы с тк интером не работаете вообще от слова совсем вот но мы с вами будем работать именно с Canvas много заставлять делать не буду в домашке разобраться там вот как объекты устроены все значит это мы поговорили про текстовый редактор мы поговорили не так я обманул вас не стал говорить про Canvas но значит вот и теперь немножко про ССХ почему так почему я вообще рассказываю про какие-то секьюришельные какой-то терминальный доступ откуда-то куда-то про какие-то ключи хотя мы с вами в общем занимаемся отнюдь не терминальным доступом а программированием на питоне тому есть две причины причина первая простая я сам всегда этим пользуюсь и в примере который был в прошлый раз там ССХ ключи играли очень важную роль возможно не все это заметили причина вторая состоит в том что в действительности парольная аутентификация при использовании каких-то серьезных гитрепозиторий это не очень хорошая идея говорят гитхаб планирует вообще выключить аутентификацию по логину пароля и включить ну в смысле вот для работы с репозиториями и оставить только ключи вот именно поэтому было бы неплохо чтобы мы с вами разбирались в таких вещах которые значит что такое ССХ зачем ему ключ как этот ключ использовать ну и вот вот это вот все вот и об этом я сейчас чуть-чуть расскажу это будет повторение лекции которая была осенью по линуксовому курсу но сначала вопрос ССХ я думаю что вы в моих лекциях довольно часто видели как я пишу что-то вот такое и получаю что-то вот такое если не очень внимательно следить может показаться что ничего не изменилось за исключением того что здесь написано одно слово а здесь другое в действительности я сейчас запустил Shell на совершенно другом компьютере удаленном а вовсе не на своем и продолжаю там работать вот и когда я как раз демонстрировал удаленный репозиторий помните еще ключик B использовал да я как раз по-моему оттуда сгреб это иди вот утилиты Security Shell предназначены для того чтобы осуществлять терминальный доступ к командной строке другой операционной системы вот и это ее изначально исторически первое предназначение потом выяснилось что с помощью Security Shell можно проделать всякие волшебные штуки вот в первую очередь проброс портов и вот это вот все про что я рассказывать сегодня не буду но главное это тот факт что вам совершенно не обязательно чтобы с той стороны вас встречал именно Shell с той стороны может вас может встречать какая-то специальная выделенная программа которая умеет делать только то что она умеет ну не знаю выполнять там три команды или только одну команду выполнять вот а при этом весь механизм доступа вся работа с ключами вся проверка на валидность этих ключей и на подмену и на так далее это все ложится на протокол Security Shell вот если бы не было ключей давайте вот что сделаем давайте мы убьем агента вот если не было бы ключей то Security Shell работал бы примерно вот так он бы спрашивал у вас логин и пароль значит логин какой-то да там какой-то логин и какой-то пароль вот вот я зашел по паролю а если бы я его написал неправильно то я бы не зашел по пароль вот в принципе даже если вы не пользуетесь никаким агентом никакими ключами вы можете отлично работать с удаленным гитрепозиторием просто каждый раз вводя пароль точно так же как вы работаете с удаленным репозиторием каждый раз вводя пароль допустим через HTTPS в каком-нибудь гитхабе гитлабе то есть если мы сейчас делаем вот так вот введем пароль это было слово init да создадим там файл это комит же вот и попытаемся эта удаленная машина заклонит этот репозиторий у нас просто спросит логин и пароль ну вернее логин мы и так знаем что он Джордж да он спросит пароль вот пожалуйста все заработало и точно так же на пуш каждая ваша попытка обратиться к репозиторию будет сводиться к тому что вас будут спрашивать пароль а иногда еще и логин ну в данном случае он по умолчанию использует логин Джордж ну тут можно написать тут можно написать собственно под каким пользователем заходить да вот здесь вот да при этом что при этом происходит в этом репозитории у вас будет черным по белому написано что вот так устроен URL по которому лежит репозиторий оттуда клоним туда пушим всем хорошо в смысле оттуда мерзем туда пушим всем хорошо лень вводить пароль каждый раз что делать пытаться вписывать пароль куда-то clear текстом вот в этот конфиг это ну наихудшая идея из тех которые могут прийти в голову можно воспользоваться такой штукой аутентификации которая называется ключ что такое ключ ключ это пара ну в общем файлов значений некоторых которые пользуясь алгоритмом асимметричного шифрования обеспечивают обеспечивают вам операцию шифрования операцию электронной подписи устроено это так у этой пары одна часть всегда открытая которую должны знать все и одна часть всегда закрытая которую не должен знать никто вы вы эту пару генерите рассылаете открытую часть всем кто должен про нее знать закрытую часть не показываете никому и в этом отличие использования асимметричного шифрования что тот ключ который у вас закрытый не подлежит копированию вообще никуда то есть он всегда при вас и поэтому чтобы вас его украсть нужно постараться потому что в отличие от пароля который нужно передать кому-то чтобы он мог им воспользоваться в случае асимметричного шифрования вы передаете только открытый ключ соответственно если вы хотите использовать эту пару как электронную подпись вы шифруете ваше сообщение закрытым ключом после чего расшифровать его не может никто кроме всех которые обладают вашим открытым ключом вы его опубликовали типичный вариант электронной подпись что это значит любой человек может расшифровать ваше сообщение если оно ваше то есть если вы подписали своим ключом сообщение его можно расшифровать вашим открытым ключом если это были не вы вашим открытым ключом может шифровать нельзя электронная подпись обратная картина вы шифруете нечто своим открытым ключом и никто кроме вас кто угодно шифрует нечто своим открытым вашим кто угодно шифрует нечто вашим открытым ключ и никто кроме у нас теперь это не может расшифровать почему закрытый ключ только у вас шифрование единственное отличие от да собственно не отличие важный момент состоит в том что этот открытый ключ должен быть надежно распространен не буду упоминать про атаку на man in the middle потому что это отдельная тема связанная именно про доступа по ключу она состоит в том что первоначальный обмен открытыми ключами очень важная штука вот и значит когда вы когда вы отсылаете открытый ключ вашим товарищем или получаете от них открытый ключ убедитесь что это именно он вот противном случае кто-нибудь если конечно у него есть такая возможность эту первоначальный обмен открытыми ключами перехватит будет использовать для расшифровки сообщений вашего товарища свой открытый ключ а вам перешлет свой вот это и есть man in the middle потому что все что пересылает ваш товарищ вам расшифровывается проглядывается шифруется дуглен ключом пересылается вам но это возможно только в том случае если этот самый man in the middle убедил вас что тот открытый ключ который вы получили это на самом деле ключ вашего товарища давай да да значит что из что сейчас произошло у нас пропустился кусок с ньюкеем вот давайте мы его еще раз еще раз этот ньюкей и еще раз этот ньюкей и повторим и так каждый раз ходить с паролем это немножко задолбаешься вот можно сгенерировать пару этих самых ключей ключ эта штука сайт-специфик то есть она специфичными не для репозитория а для пары значит для того сайта на который вы заходите и вот и делается это примерно так на локальной машине генерирую пару ключей вот минус ты ну скажем давайте вот такой ключик сделаем вот эту пару по умолчанию накладется вон туда ну давайте мы даже переназовываем ее прямо руками чтобы было видно как именно это используется да там темп и кей временный ключ вот защитим его паролем сгенерировали я использую помимо всего прочего настройку которая называется вижу хостки который от нашего сгенерированного ключа он довольно большой ну правда вот этот конкретный эллиптический ключ не очень большой но обычно ключи большие вот генерирует не просто fingerprint который легко прочесть потому что это фигерпинка легко прочесть но запомнить невозможно но еще и fingerprint какой легко распознать на экране вот такая вот значит скобочка прекрасная такая поломанная стрелочка смотрите вот этот попка от стрелки она показывала вверх потом сломалась стала показывать вниз очень удобно запомнить визуально этот ключ глеб который иногда участвует тут у нас в наших посиделках лекционных говорит что он такие вещи не запоминает вообще я запомню это очень хорошо вот и это один из способов проверить в действительности не совершилось ли той самой атаки mind in the middle а именно посмотреть насколько фингерпринт или вижу хвостки совпадает с тем который вы знаете можно прям сфоткать прислать товарищу сказать вот смотри вот такой вот эта пара теперь нам нужно настроить удаленный сервер точнее даже аккаунт наш удаленный на вот этой машине греб чтобы вот этот ключ принимался что как это сделать надо взять публичный ключ вот этот tmpk.pub и добавить его в специальный список разрешенных ключей публичных на удаленной машине этот список хранится в вот тут по моему вот он вот сюда можно добавить еще один этот ключик для добавления существует даже специальный скрипт который за который называется который называется как его фамилия то господи с х copy иди вот но в данном случае мы сделали абсолютно руками подложили его вот сюда вот теперь при заходе на удаленную машину мы можем указать этот ключ в качестве того который нужно показать удаленной машине прежде чем она начнет спрашивать логин и пароль как этот ключ показать значит ну есть способ по умолчанию я здесь некоторые имена по умолчанию но мы сейчас поступим по другому мы запустим специальный показыватель который называется агент и этот показыватель будет нам обеспечивать предоставление ключа удаленной машины если мы запускаем агент он тебе запускается вот мы должны в переменное окружение передать как минимум о как минимум сокет по которым происходит аутентификация то есть сказать вот так вот после чего у нас начнет работать команда с сахар сейчас она говорит что у нас в агенте ни одного ключа нет а если сейчас мы скажем с сахар тмпк а не здесь не на той машине это сделал вот на этой машине надо было это сделать на нашей локальной гребта удаленной машины сейчас у нас нету агента говорим запускается агент нам надо выполнить вот эту строчку обычно говорят соевался агент или это обычно это я его убил обычно этот агент запущен в вашей системе особенно если это линокс вот теперь сейчас сканинус говорит что ни одного ключа нету и теперь будем с сахар и этот самый тмпк он нас спрашивает пароль которым этот ключ запаролили и вот пожалуйста у нас соответствующий ключик теперь вот он мне кажется достаточно чтобы нас пускала на удаленную машину без пароля правда не отсюда здесь надо сделать вот так вот вот так вот вот так о пустила почему без пароля потому что пароль мы ввели когда запускали агент давайте посмотрим это более подробно что произошло у нас запущен агент некоторый мы говорим чем мы происходим происходит доступ после хак удаленной машине мы нашли кучу разных кучу разных этих самых ключей на самом деле нет на самом деле только один вот в агенте есть один ключ вот он и мы будем демонстрировать нет это не наш это 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 ключ удаленного хоста в агенте есть один ключ вот и мы попробуем продемонстрировать прежде чем залогиниться мы говорим так вот у нас есть этот ключ пустишь уголь пущу и все вот то есть не надо думать что это подключение произошло беспарольно да просто наш агент уже умеет показывать этот самый открытый уже умеет проверять нашим закрытым ключом весь трафик который с той стороны шифруется вон тем открытым после чего собственно и начинает работать вся вот весь этот механизм связанные с репликации с доступом по ссх через гид репозиторий да вот это произошло потому что мы а запустили агента б скормили ему вот это вот этот наш ключ как это нам поможет если мы работаем не с двумя линукс машинами а допустим ну с каким-нибудь он с каким-нибудь гид портальчиком вот поясню на примере своего любимого сорс хата где в 20 хат мы говорим у нас должен быть список ключей вот вот он добавить сюда сам ключик давайте найдем его вот обратите внимание эль большое эль маленькая показывает фингерпринт ключа эль большой показывает сам ключ берем прям вот этот ключ кип-попастим его сюда говорим добавить и у нас в список допустимых нашим портальчиком ключей добавляется еще один теперь мы можем с этим ключом ходить к нашему сорс хату и делать какой-нибудь клон давайте попробуем это сделать ну что у нас там есть вот какой-то какой-то по этот девелопер 21 я не помню какой из них какой вот сейчас только удалим давайте сначала попробуем давайте сначала попробуем сделать так сначала попробуем склонировать без ключа у нас демон тот самый агент недоступен да мы не экспортировали вот эту переменную где она тут вот эту и поэтому агенты не видать я думаю что мы не сможем сейчас склонировать от репозиторий вот он ой 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 да вот он репозиторий ой нет это что-то другое но неважно не на то нажал ладно сейчас ну неважно что вот тот точно работающий репозиторий да вот сейчас нам не дадут это сделать с помощью ключа потому что у нас ключа собственно нету обратите внимание на то что здесь никакого слова процесса ха не написано но в действительности используется именно протокол сики решил о чем нам говорит но практически все что мы видим перед собой и что у нас есть хаш на хвостке и вижу хвостки от этого и сама сорс хата и то что нас не пустили ну короче это это этого что мы теперь делаем мы добавляем наш агент туда в смысле даем нашему шел узнать что у нас агент на самом деле есть он запущен у него есть сокет в результате с чего образуется доступ к этому самому ключу и все собственно вот вот это то есть доступ по секью решальным ключам считается рекомендуемым способом хождения ко всем гид портальщикам типа гитхаба гитлаба сорс хата и всего остального вот как видите да при этом совершенно не обязательно с той стороны вас встретит какой-то шелл то есть я почти уверен что я сейчас попытаюсь зайти шеллом вот на это по этому адресу меня глубоко в глубоко пошлют как видите не просто глубоко а как это правильно сказать очень конкретно и и и и и и понятно послали вы конечно зашли сказали мне но никакого шела вам не дадут вот и все вот как видите все в общем достаточно достаточно мирно вот есть несколько всяких инструментариев как самому такую штуку организовать но это точно вне нашего разговора вот соответственно в чем бонус такого рода работы их как минимум два бонус первый у вас запущен агент понятное дело агент обычно запускается самого начала вот это вот экспорт делать не надо он всегда есть это я его при вас тут убил чтобы показать весь стык работы приложения на смысл этих самых утилит которые нужны для того чтобы это делать у вас агент всегда запущен в один раз за сеанс работы добавляете в него нужный ключ и с этим ключом ходите во все места где этот ключ зарегистрирован более того ходите как бы без пароль на никто не видит да вот смотрите я пароль то не выводил потому что пароль этот вел в тот момент когда сказал с хад где он там был бы неважно в общем вот это это значит вот эти два бонуса первым вы можете иметь допустим для разных сайтов разные ключи смысле да именно так разные ключи для разных сайтов если допустим вы там не доверяете еще что вот при этом или один ключ для всех при этом ситуация когда у вас один ключ для всех сайтов совершенно не означает что у вас один пароль для всех сайтов этот пароль вы можете продолбать ну десятью способом нас здесь 10 сайтов значит если на них один и тот же пароль найдешься пароль в 10 раз меньше а то и хуже потому что допустим один из этих сайтов в принципе характерен тем что продолбать пароль в случае использования сссх ключей единственный кто может продолбать пароли это не сайт а лично вы почему потому что закрытый ключ который вы используете вы не копируете никуда никакому сайту не показываете и вообще как бы особенно замороченные люди но если он на специальный на аппаратном ключе записывают его значит на такую сборщику сборщику втыкают из нее в 3 вот соответственно на сайте лежит только открытый ключ и в отсутствие вашего закрытого ключа не его не пароль от него ничего попадать нельзя такие вот интересные механизмы лежат под этим делом вот и я как раз с учетом начнет которую тупежа и сам повторов мне кажется описал те темы которые на сегодня запланировал значит напоминаю что еще есть тема канвас которую я даже не затронул она в общем достаточно простая остается на сама она не то чтобы очень простая но она понимаемые остается на самостоятельные изучения ну и что-то про нее напишу вот значит если мне удастся поправить вот тот дизайн flow в гите который я тут внезапно для себя обнаружил то в следующий раз у нас рассказ собственно про организацию взаимодействия которая лежит поверх того что умеет гид вот если выяснить что это какая-то штука неисправимая тогда мы будем говорить про организацию подобного взаимодействия каком-нибудь гитхаб щеки напоминаю что близится апрель месяц в апреле месяце мы делимся на команды и желательно сами себе выдумываем но возможно получаем от меня так называемый семестровый проект это разумеется относится в первую очередь с тем кто хочет получить оценку потому что без нее оценка не поставится вот но если кто-то со стороны тоже хочет получить семестровый проект от меня или самого сделать пожалуйста бога ради это категорически приветствуется угроза если вы сами себе придумаете семестровый проект он его тематика зависит от вас если вы попросите у меня скорее всего это будет проект для на тк интер какой-нибудь обмазка с тк интером чего-нибудь имейте это если есть какие-то вопросы потому что сегодня было задавайте их следующий раз мы заканчиваем тему тк интер я вообще протока интер говорить не буду я может быть если мне хватит мозга поговорю про разработку больших приложений про всякие концепции типа мвц вот это вот все это как это на с нашего с помощью нашего игрушечной и тк интер можно сделать если нет будет как другая тема я надеюсь что я не будет такого как сегодня что я в ночь готовить к лекции обнаружил что не могу ее прочесть все вопросы как я вижу нету всем спасибо вот и до новых встреч